Приволжский федеральный округ с неожиданным повышением стоимости проезда в общественном транспорте столкнулась не только Ульяновская область. Республика Мордовия, город Саранск. В начале декабря появляется информация, что за проезд в частном транспорте люди отдадут уже не 20 рублей, а 25. Причины все те же. На сегодняшний день в пределах почти что 50% идет стоимость топлива. Оно дорожает. Я вам назову то, что в ноябре 2017 года газ стоил 14 рублей 26 копеек. Сейчас он стоит 22 рубля 10. Где топливо стоило 36 рублей, сейчас стоит 45 рублей с лишним. Экономить получится, если саранцы перейдут с маршруток на троллейбусы или автобусы. Местный автопарк стоит на балансе гор электротранса, где стоимость проезда значительно меньше – 17-18 рублей. Сумма со всего годового пассажиропотока лишь на 65% покрывает нужды предприятия. А вот пример из Пензы. Здравствуйте, коллеги. Ситуация с общественным транспортом в Пензе довольно интересная. Чтобы ответить на ваш вопрос, чего же больше на наших дорогах автобусов или маршруток, придется рассказать небольшую предысторию. Муниципальное транспортное предприятие Пензы признано банкротом несколько лет назад. Сейчас в нашем городе действует всего несколько муниципальных троллейбусов. Их обслуживает предприятие Пензалифт. Весь остальной общественный транспорт принадлежит частным компаниям. Частные извозчики в Пензе говорят, что обслуживать автобусы им невыгодно. Стоимость проезда маршрутных такси – 23 рубля. Автобусах – 21, троллейбусах – 20. А это Сибирский федеральный округ за несколько тысяч километров от Ульяновска. Известно, что славится он иными зарплатами, но от проблем с общественным транспортом этот округ никак не избавляет. Первый пример из Новосибирска – город, в котором есть все виды наземного транспорта, включая метро. С 1 декабря стоимость проезда увеличена. За трамваи и троллейбусы жители отдают 21 рубль, автобусы и метро – 22, и маршрутные такси – целых 30. В среднем все-таки автобусов больше. Раньше было огромное засилие маршрутных такси, причем это были маршрутки старого плана «Газели». Сейчас, сколько-то лет назад, власти закупили большее количество каких-то непонятного производства маршруток, и они тоже не очень удобные. А вот другой пример все того же Сибирского округа. Берем территорию, где численность жителей в разы меньше Новосибирска. Красноярский край, город Ачинск. В нашем городе давно нет муниципального транспорта. Автобусы поделены на два коммерческих предприятия. Все это краевые подрядчики. Они заключили договор с местной администрацией. Проезд в обычном автобусе стоит 19 рублей, в маршрутке же 20. Полностью перейти на работу на маршрутках невозможно. Практически в каждом городе России встает вопрос о качестве перевозок. В большинстве случаев жители выступают за комфортабельные современные автобусы и меньшие цены, чем предлагается от частных маршрутных такси. При этом городские властям выдвигают определенные требования, прежде всего о регулярности рейсов и доступности автобусов для отдаленных районов. Анжела Забашта, репортер 73.